Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители! И сегодня мы открываем новую страничку нашей энциклопедии гадания. И я сегодня познакомлю вас с уникальным гаданием, гадания на воде и огне. И сегодня в гостях в нашем магическом салоне Ирина и Андрей. Здравствуйте! Ирина, а для чего пришли вы сюда сегодня? Мне нужно разобраться в одной ситуации, которая сложилась в моей жизни. Два молодых человека ухаживают за мной одновременно. И я бы хотела найти ответ на вопрос, на ком из них меня остановить, на ком из них меня остановить свой выбор. Но ситуация осложняется тем, что эти мужчины знакомы друг с другом. И вот, может быть, Татьяна, с вашей помощью мы разберемся с этой ситуацией. Я думаю, что в конце передачи вы найдете ответ на этот вопрос. Очень надеюсь. Андрей, с чем пришли вы? Я просто пришел узнать, как у меня в дальнейшем сложится судьба именно в плане личных отношений со своей гражданской супругой. То есть, ну, распишемся мы, будем мы вместе? Или все-таки как-то вот, что судьба скажет на этот раз? Да. Если хотите, можете произнести имена тех людей, на которых вы хотите посмотреть вслух. Если же такого желания нет, вы можете оставить эти имена именно при себе. Я оставлю эти имена при себе. Последую также примеру. С помощью этого гадания, которое мы сегодня будем производить у нас здесь в магическом салоне, можно узнать отношения не только между мужчиной и женщиной. Даже можно узнать отношения между тремя-четырьмя людьми одновременно. Можно узнать отношения, какие у вас складываются в вашем коллективе на работе. Потому что часто так бывает, человек пришел на новое место работы, но не поймет, какие отношения к нему с какой стороны хорошие, а какие плохие. Можно также посмотреть, какие отношения будут в дальнейшем, а можно посмотреть, какие отношения были в прошлом. Ведь часто так бывает, человек сделает какую-то роковую ошибку. Допустим, разошелся со своим любимым человеком, а потом ему кажется, что, наверное, действительно этот человек был по судьбе. И вот эта роковая ошибка потом преследует человека всю жизнь. Значит, это гадание с помощью двух стихий – с помощью воды и с помощью огня. И поэтому здесь нужно особенно быть аккуратными, потому что сила этого гадания увеличивается ровно в два раза. Гидромантия – гадание по воде и пиромантия – гадание по огню – одни из самых древних видов гаданий. Существует поверие, что сочетание двух и более стихий в одном гадании увеличивает его силу. Для повышения эффективности гадания используют ключевую воду и свечи из чистого воска. Гадание – это вроде бы с одной стороны оно простое, но с другой стороны оно очень опасное, потому что именно в этом процессе участвуют высшие силы. И вот это гадание нужно делать очень аккуратно, потому что именно такое гадание иногда делают черные маги, для того, чтобы развести людей, для того, чтобы отсоединить одну половинку от другой. Возможно, кто-то хочет пустить черную кошку в ваши отношения, это делают тоже именно таким способом. Поэтому для того, чтобы не навредить себе, не навредить тем людям, на которых вы гадаете, нужно соблюдать некие правила безопасности. А какие это правила? Я об этом расскажу чуть позже, а вначале я для наших телезрителей расскажу, что нужно для этого гадания. И возможно, именно вы сейчас вместе с нами тоже будете делать точно так же и узнаете о себе и о своих близких. Итак, для этого нам понадобится большая чаша с водой. Вода может быть абсолютно любая, но она должна быть холодная. Можете взять святую воду, она тоже годится для этого гадания. Обязательно должна быть у колова свеча. Для чего? А для того, чтобы темные силы не подошли к вам слишком близко. И нам для этого гадания нужно будет обязательно зеркало. Зеркало нужно будет для того, чтобы если гадание ваше, результат гадания не угодный именно вам, то вы можете отправить ваши предсказания в потусторонний мир. И тогда ваши результаты гадания не исполнятся. Может быть, вы очень хотите быть с каким-то человеком, но так получается, что не выходит никак. Вот по гаданию получается, что все равно вы не будете вместе. А вам очень не хочется в это верить. Тогда нужно будет сделать следующим образом. Вам нужно будет приготовить салфетку. И я в дальнейшем скажу, как нужно правильно поступить. И нам нужны будут маленькие вот такие вот свечи. Можно разных цветов. И я сейчас расскажу, для чего именно разных цветов. Потому что если у кого-то одноцветные, тогда придется делать пометочки на одной либо другой свече. Для гадания по огню и воде понадобятся Большая чаша с водой, свечи, зеркалом, салфетком. Итак, если вы хотите, вот в частности вы, Ирина, хотите узнать отношения, вообще с кем вам быть. Но здесь, смотрите, вы рассматриваете только два варианта. Вы рассматриваете себя и этих двух молодых людей. Но вы не смотрите еще один вариант, когда может появиться кто-то третий. И, возможно, ни один, ни другой вариант вам не подходит. Поэтому, смотрите как, вы возьмете сейчас свечу. Вот какого цвета вы хотите выбрать именно для себя? Белую. Белую. Вот вам белая свеча. Так, белую. Первого мужчину какого вы выбираете по цвету? Пусть он будет красным. Хорошо. Значит, по всей видимости, он ближе к вам. И еще одна свеча. Тогда лиловый. Лиловый, да. Так. И возьмите еще одну свечу, которая будет нейтральная. Может быть, действительно, есть какой-то человек, которого вы совершенно не замечаете. А он есть просто-напросто и хочет быть с вами. Давайте. Давайте посмотрим просто безликого человека. Это будет желтый персонаж. Это будет желтый персонаж. Так, все, берем. Я возьму тоже две свечи, но я посмотрю тоже на свои отношения. Вот я возьму белую и зеленую. И вы возьмете... Желтую и зеленую. Желтую и зеленую. Отлично. Дорогие друзья, если у вас нет разноцветных свечей, вы можете взять абсолютно любую свечу, даже большую церковную. Можете ее разрезать на несколько маленьких кусочков и поставить их в такие посудинки, чтобы они держались на воде. Итак, прежде всего, мы должны поставить зеркало под воду. Для чего? Если вдруг какие-то есть предсказания, которые вам не нравятся, чтобы мы их смогли отправить в потусторонний мир. А вода какая должна быть, не имеет значения, там, горячая, холодная, теплая? Ну, вообще должна быть только холодная вода. В магии используется холодная вода, лучше всего родниковая, лучше даже всего такая, которая взята из проточной воды, то есть из какой-то речки. Но ни в коем случае не кипяченая, категорически, да? Ну да, кипяченая совершенно не подходит, она уже убрала, с нее убралась эта энергия, которая была изначально. Итак, мы поставили, я думаю, наши телезрители сделали то же самое, на зеркало чашу с водой. Теперь мы берем левой рукой, если вы хотите узнать будущее, вы должны будете левой рукой, ладонь, вот несколькими пальцами, должны раскрутить воду по часовой стрелке, но не меньше трех раз. Если вы хотите узнать о прошлом, то вы должны это сделать против часовой стрелки, и когда вода будет крутиться, нужно будет зажженные свечи, которые мы сейчас зажгем, нужно будет аккуратненько опустить воду и дождаться того момента, пока вот эти вот свечи, хотя бы одна из них не остановится. Гадание можно считать завершенным, когда хотя бы одна свеча нашла свое место на воде. Итак, пробуем. Ильин, вы хотите будущее узнать? Ну, конечно. Будущее, значит, по какой стрелке? По часовой. По часовой. Вы хотите узнать? Прошлое. Прошлое? Сначала. Потом будущее. Тогда вам придется два раза выполнять это гадание. Хорошо? Я сделаю по-другому. Я здесь посмотрю прошлое, а вот дома приду и сделаю, короче, ну, как вот будущее. Да, вы просто боитесь заглянуть в будущее и хотите это сделать, я вижу, один на один. Да, но это лично же, поэтому я думаю... Совершенно правильно. У меня вот вода крутится, я могу уже помещать свечи, да? Да, можете не меньше трех раз. А я три раза. Градит, друзья, кто делает сейчас одновременно с вами, не забудьте, не меньше трех раз вы должны раскрутить воду. По часовой стрелке узнаете будущее, против часовой стрелки узнаете свое прошлое. Итак, обязательно держим в голове то, о чем вы загадали. Ой, итак, левой рукой не забудьте. А, левой, да. Левой рукой, левая рука, она ближе к сердцу и раскручиваем воду. Тоже только левой рукой. Опускаем свечи тоже только левой рукой. Итак, смотрим. Ну вот они у меня вот так вот. Итак, это гадание нужно делать в такой вот полутьме. Желательно, если вы будете это гадание выполнять вместе с кем-то. Вот знаете, бывает такое гадание, когда лучше это производить в одиночестве. А когда несколько человек, то это будет действительно хорошо. Итак, Ирин, ну я думаю, что пока свечи не остановятся, результат вы пока не увидите. Ну вот у меня тоже примерно так же. Но они как-то вот... Вот Таню Файс вот по-другому. Да, но у меня две вместе. И мало того, что вы обратите внимание, если бывает такое, вот как у меня сейчас, вот моя белая свеча, а мужчину, которого я загадала, он как будто крутится вокруг меня. Это говорит о том, что есть мужчина, который вот именно ходит вокруг меня и хочет быть вместе со мной, но я почему-то вот стараюсь его якобы не замечать. Угу.